так хочется сказать всем доброго дня доброго ранку всем доброго времени суток но какой же он недобрый этот день для киева сегодня утром 6 часов утра российская федерация выпустила очередную и и не одну ракету украине одна из ракет попала центр города киева жилой район жилой дом центр города киева пострадало два дома и жертвы 8 9 этаж завалы на высоте спасатели спасают людей слышны стоны крики людей на высоте 8 9 этаж все видели видео слышно крики ребенка девочку спасли маму спасли не сильно носил как спасатели кричали скорой сюда скорой сюда мужчина погибший возможно папа этой девочки ракета российской федерации попала в жилой дом центре города киева я утром не знала что такое произошло и сняла видео я снимала видео еще не в таком тревожном состоянии и конечно вам его покажу я сила видео и ушла ушла на пляж на пляже не только я на пляже возле меня была беременная женщина с ребеночком были женщины такого возраста как я были моложе были мужчины на пляже люди цепляются за жизнь мы хотим жить сегодня мы хотим жить каждую секунду я не хочу сидеть дома закрытая или подвале ждать очередного прилета поэтому пожалуйста не осуждайте меня что показываю видео я показывала и буду показывать пока вместе живу я не знаю что со мной будет через не то что минуту через одну секунду сейчас увидите видео там хорошая тема отвечала на вопросы вообще настроение очень нерадостное я уже наплакала сегодня на пляже женщинами общались а потому что все то я узнала будучи уже не дома одна у всех тема радости нету все в страшном горе даже сейчас в моем районе слышна сирена вой сирены просто мой сирены на улице никого сейчас я была на рыночке на рыночке люди есть а возле моего дома никого сейчас вы увидите видео она еще со спокойного состояния моего мои хорошие общаемся ну что мои хорошие перед вами и вот так каждый день каждый день вот так вот я одета показываю кроссовочки на мне шортики маечка сегодня жарко и так каждый день форма тела вот тогда только будет хорошая форма тела но и резерв само собой погнали никогда не иду вот так медленно не это не мое и на божий свет солнечно классно хорошо пришла на свой водный канальчик вот здесь буйная зелень такая красивая клевер здесь поливает вот это ресторан старыми 100 старыми 100 и хозяин занимается поливочка идет капельная здесь поливочка идет красивая буйная зелень очень все ухожено здесь там поливки нету на грунтовке нет это только здесь такая красота вот показываю вам вот вот что значит поливка это липа красивая большая пышная липа его здесь липа пахнет так все пахнет так утречком так пахнет вкусно все так пахнет кипарисы красивые вот мой канальчик господи дай нашим людям мира чистого неба и хорошей доброй тишины которая не настораживает ну сейчас разворачиваю камеру и погнали такая легкая трусца у меня по низу не буду бежать сейчас там у меня пригорочка должна спуститься и вот в таком легком хорошем темпе обстановочка в киеве спокойно слава богу как будет дальше никто не знает спокойно но сирены есть я их просто не слышу в моем районе не слышно мне вчера моя знакомая она живет 15-20 километров от киева элитный район очень элитный район в этом городке там у них очень слышно сирены и и она говорит вот дура орет говорит просто меня уже берет такой знаете нервный тик от этой сирены говорит кто-то прячется в подвалы а мне хочется по улице бегать в этот момент так и говорит у нее частный сектор свой двор где таня я гоняю просто как нервная послушай эту дуру и она прислала мне вой этих сирен не доводы господь так и почуты люди а ночью а несколько раз я не слышу этого все ну все спускаемся у меня такая хорошая даже не труса легкая пробежечка вот не хочу снимать свою тень вот 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 я спустилась а мне легко мне нормально вот это кстати резерв что такой резерв резерв это легко проехать 30 часов в автобусе это резерв стала попрыгала на остановочке наклончики сделала вот это резерв вот мужик побежал наверх на пригорочек правильно сделал а я заболталась не побежала хотя иногда это тоже делаю вот так вот это резерв резерв это наше здоровье что мы можем не только походить попа повилять а в темпе пройтись вот бежать не нужно совершенно попробуйте идти спортивной ходьбой посмотрите как нужно хотеть ходить спортивной ходьбой это очень тяжело вот я вам даю честное слово 500 метров не пройдете поначалу это маленькие шаги ровная спинка посмотрите в ютубчике в интернете как нужно правильно идти спортивной ходьбой это не палочки таскать нет все танечка прячет телефон и погнала буду смотреть под ноги потому что здесь корни деревья по поднимали плиты и можно тут загреметь под фанфары ну все погнали только что увидела свою знакомую я вместе с ней работала 10 лет тому назад ну скажу как зовут любаша правильно так да любочка но она заплакала от начала сейчас рыдать мы обнялись с пообщались а до любочка моя хорошая ну скажи пусть тебя люди услышат танюш я вам очень благодарна за то что вы деле делитесь своими знаниями просто так вы просто их отдаете главное нам научиться их принять и пользоваться применять на себе менять себя я тебе очень благодарна три года назад ты меня просто подняла и буквально три месяца назад с коленом тэш да ты не просто медик ты еще знание студируешь я всегда знала что ты много читаешь и делаешь правильно берешь про любочка но на работе ты мне всегда говорят так начинаю полить информацию обязательно газетку покупали читали да не освежим как ты говорила тренируем мозг да ну спасибо похвалила люди сейчас услышат приятно очень благодарна очень а с ногой легче стало да я же тебе говорю я пошла наколенники вот а я уже без наколенника вот но я уже пошла 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 уже немножко вдвижно хорошо специально зашла сюда да да сюда боишься гуляю на трех каскаднике ага поняла там красивый парк я был я показывала людям но мне он не близок я люблю я люблю дикую природу у каждого да 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 все спасибо любочка только что с любашенькой вы слышали но не показывала человека человек не хочет приятно было я не видела этого человека десять лет десять лет youtube чеки только у меня на канале или по вайберу она могла мне что-то написать ну приятно конечно гитая ты по себя подбираешь не островки не канальчики вот эти водные материки материки просто но приятно приятно такая энергия но есть такой есть но конечно бывает устаю от этой энергии тоже ну такая я это создал бог это не я себя воспитала нет это все по воле божьей погнали девочки бежечка закончена вот хочу вам кое-что показать сейчас покажу 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 вот зашли сюда в кустики и вот и во и кормушечка посмотрите какая кормушка как красиво сделано вот такая резко мастер видно дело такая красивая кормушка очень красивая кормушечка старого старое иво и человек убрал верхушечку и вот так по хозяйски сделано правда кормушка для птиц на за 10 второй прием пищи едим по-царски немножко темновато но затянуло жалюзи солнышко светит пожалуйста я думаю что всем видно но богатейший стол да богатейший просто праздничный а какие порции объемные ничего себе кто-то скажет вот это на худеет еще как худеем вот посмотрите что у меня находится сейчас на бумажном полотенечке на досточке а это не биточки из мяса нет нет я мясо каждый день есть не буду вчера мне были голубцы помните голубцы со свининкой сегодня мясо не будет нет и завтра мне мясо не будет я не люблю есть мясо каждый день вот пожалуйста угадайте с трех раз что это это биточки подсказываю из сельдерея я когда уезжала в турции у меня завалялся один сельдерей в холодильнике я приехала а он вообще невредимый нигде ничего ой какая прелесть я пол сельдерея почистила и вот пожалуйста приготовила биточек из сельдерея сверху меня сыр кстати привозила из турции вот пожалуйста сельдерей это прекраснейший овощ для того кто хочет похудеть почему потому что плотная клетчатка плотная клетчатка много влаги и плотная хорошая клетчатка которая насыщает но потом сельдерей это мочегоны и выводит не только токсины кстати но и мочевую кислоту сельдерей хорошо употреблять у кого проблемы с мочеполовой системой то есть легкая мочегоны рассказала да смотрите в плевисте без биточки и салатик 300 грамм точно есть заправила как обычно растительное масло у меня оливковый соль перчик и яблочный уксус домашний яблочный уксус кстати мне написали сегодня как вы относитесь к яблочному уксусу очень положительно все знают что у меня яблочный уксус постоянно на столе вот если салат значит должен быть яблочный уксус почему объясняю когда мы используем с вами яблочный уксус салат допустим да выделяется хорошее количество соляной кислоты а соляная кислота тянет ферменты поджелудочной и за счет этого идет быстрое переваривание нашей пищи вот так поэтому я использую конечно яблочный уксус обязательно можно выпить с водичкой стаканчик водички чайная ложечка домашнего яблочного уксуса из яблочек антоновка у меня прозрачный красивый мои хорошие ну что будем есть всем приятного аппетита кто со мной здоровеньки были всем доброго ранку всем доброго дня всем доброго времени суток самому-самому шикарному сообществу физкульт привет мои хорошие будем с вами общаться у нас киви сейчас рано 7 часов будем считать 7 часов начала 8 мы сегодня не будет мы пробежек у меня сегодня выходной обязательно делаем выходной меня сегодня будут солнечные ванны кстати вчера тоже были солнечные ванны немножко лицо красное нормально нормально все пройдет зато получила достаточное количество витамина d потому что было в раздетом виде вот если вы халатике кинаны буду не получите абсолютно витамина d нужно быть в раздетом виде в раздетом хорошие жиры молочные хорошие белки молочные и природный не синтетический витамин d гормон хотя синтетически тоже принимать сейчас десять тысяч так об этом напомнила у меня и рассказала значит у меня 1 чашечка кофе со сливками вот маленькими сливочник со сливками сыра сегодня ела очень мало буквально один кусочек вот мне не хоть не хотелось и не хочется сегодня вообще вот даже не хочу вторую чашечку кофе со сливками не хочу то бывает как-то тянет а это нет вот если не тянет не заставляйте себя абсолютно у нас с вечера работает еще самототропный гормон вот мы пока мы с не наелись с утра мы с вами продолжаем худеть самототропный гормон он как комета с очень длинным хвостом все мы с вами худеем еще утром поэтому не старайтесь себя покормить не переживайте не переживайте как говорит он говорится у нас в украине не умрете поэтому не топчите с утра как роли не хочется прекрасно слава богу немножко позже будете есть это нормально очень так я своих видео показываю немножко пробежек тарелок своих очень простых но очень правильных очень вкусных вчера показала беточки сельдерея кстати так было много я тоже смотрю на видео и думаю но обязательно кто-то напишет таня это ничего себе порция что-то за порция столько много этих беточков и сельдерея ты это все разве съешь конечно съем и не попрошу никого чтобы мне помог доесть сама съем это моя еда так вот кстати мне были написали когда-то я показала шпротницу из селедочкой матиас маленькая рыбешка такая селедочка 170 грамм люди написали ничего себе это же нужно съесть целую селедку сразу так вот вчера у меня была половинка сельдерея а вот вторая половинка вот вторая половиночка видите в ладошечке вот столько я вчера съела сельдерея вот столько камера увеличивает кусочки тоники об этом рассказал так что хотела еще сказать один очки да у нас обстановка в киеве киеве спокойно а дальше только богу известно как будет сирен лично я не слышу я на ночь отключая телефон потому что приходят извещение оповещение воздушная тревога бывает несколько за ночь какой сон тут и так встаешь и начинаешь все обдумывать и крести ся молись а утром встаешь еще лежишь ножки не опустила и говорит господи спасибо большое что было тихо и спокойно боже спаси сохрани а потом встаешь и благодаришь бога боже спасибо большое за тишину как же хорошо жить тишине какое это счастье бываю очень потухшие на себя держу в руках ну вот так один очки понятно что намного лучше вижу себя в очках но совсем другое дело знаете гляжусь как зеркало так и хочется спеть песню юрия антонова я кстати часто и очень пою очень часто даже смотрю зеркало в коридоре большое зеркало и пою вот мне нравится эта песня вспоминаю на те теплые хорошие добрые гляжусь тебя как зеркала до головокружения и вижу в нем любовь мою и думаю о ней давай не видеть мелкого в зеркальном отражение любовь бывает долгую а жизнь еще длинней па-да-да-ду-дам па-да-да-ду-дам па-да-да-ду-да и когда я с тобою прощаюсь и ладонь твою глажу любя ты не верит а я возвращаюсь я иду от тебя до тебя гляжусь тебя как зеркала до головокружения и вижу в нем любовь мою и думаю о ней давай не видеть мелкого зеркальном отражении любовь бывает долгую а жизнь еще длинней па-да-да-ду-дам 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 браво браво юрию антонову такие слова такая мелодия такие душевные воспоминания от памяти нам никуда не деться как от того что завтра предстоит слава будь я получила комментарии о двух человек как вы относитесь к семечкам я уже рассказывала но и напомню орехи напоминаю семечки сырые молочко это продукты которые стимулируют аппетит мне очень нравятся орешки я покупаю только наши грецкие орехи я покупаю у наших людей я не покупаю вот эти привозные разные орехи я не знаю откуда но что она и какой пятилетки я покупаю этого года орехи у людей семечки допустим я не употребляю вообще я понимаю что семечки стимулирует аппетит раз потом семечки это зубы а зубы сейчас дорогие это пломбы дорогие зачем мне это нужно шкурка вычинке не стоит зачем мне портить свои зубы это два потом заплюешь всю квартиру отстать от этого мусора просто нельзя вот кто наелся семечек потом начинать себя руками ой такая сетка я зачем мило это 7 берет веник берет пылесос и диван заплеванный и кресло то же самое ну короче и дискомфорт потом по жкт сто процентов будет у меня там поэтому семечки для меня табу если орешки я себе позволяю я замачиваю орехи грецкие с вечера кипяточком орехи до 4 орешка да но семечки никогда кстати семечки в турции это просто культ семечек вот люди идут на природу да берут с собой термос и у каждого термос не один термос на столе а у каждого человека термос вот три человека пришло значит три термоса на столе у них чайнички чайник на чайнике у них эти грелки но них обязательно к чаю семечки они приходят я лично видела и сразу бац 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 вот акулечки семечками каждый приходит с пакетами сема кто-то на травку плюет это тоже показывала кто-то в стаканчик очень много людей стаканчик аккуратно ну то есть в турции культ семечек что хочу сказать о качестве турецких семечек с нашими это небо и земля у нас в тысячу раз лучше вкуснее черные маслята нашего такие масленочка или как называться такие жирники вкусные боже какие сладкие они эти семечки в турции семки никакие они величиной как мизинец плоские и вот этого зернышка даже не чувствуется они светлые не черные они светлые но для турков их не семечки самые самые вкусные и привкусные нет вот если я имею сравнение я скажу да куда-то да вы шо люди даже сравнение не я погоды мая абсолютно это я как специалист вам говорю тоже свое время переедала семечек отстать нельзя так а семечках сказала значит семечки орешки это продукты которые стимулируют кстати небольшая ремарочка в орешках орешки которые привозятся с азии во первых мы не знаем какой они пятилетки потом вот эти орешки привозные они содержат афлотоксины сколько соленых орешков если так можно выразиться перепил наш народ с пивасиком сколько этих соленых орешков с афлотоксинами съедают наши детки пакетики соленые орешки такие классные как они попадают к нам страны вот допустим орехи они не обработаны попадают под какие-то санкции их пересыпают солью чем-то обрабатывают и у этого ореха другой код и так вот эти орешки нам отправляют наши страны и мы едим орешки соленые с афлотоксинами поэтому для меня самый правильный самый лучший орех мой родной грецкий орех я покупаю скорлупе сама почистила и ем на ту продукт это что касается орешков если молочко то не из баночки так буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль долго нет молочко это лактоза это сахара а значит что аппетит если молочка то немного 100 граммах молока находится 4 грамма углевода кажется это немного это нормально но не больше не пол-литра сразу кисломолочные продукты это совсем другое ну конечно желательно кисломолочные продукты мы можем только вспомнить это те которые были очень давно те кефиры те простокваша кефир который в бутылочке с такой зеленой крышечкой да помните кефирчик тот который нельзя было выбить из бутылочки кисломолочные продукты они совсем другие это не молочко почему потому что там Углеводы не так ярко выражены, они окислены бактериями, это хорошие продукты для нашей микробиоты, кисломолочные продукты, не надо путать с йогуртами, кисломолочные продукты и йогурт. Йогурт это сахар, это совсем другое, нужна простокваша Мечникова, нужна болгарская палочка, вот эти йогурты, они совсем другие. Сахар. Что можно еще сказать о сырах? Возьмем сыры. Так вот, сыры твердые, мы можем с вами употреблять и нужно употреблять. В сырах лактоза ферментирована, но там есть такие аминокислоты, которые способствуют перееданию. Мультик ворона и лисичка. Еще кусочек, еще кусочек. Вот на стол должна положить, допустим, кусочек сыра. Вот сижу на досточке, ножиком режу, режу, режу. Три кусочка отрезала, так хорошо. Потом еще тоненькие отрежу. Так, еще погрызу, еще тоненькие отрежу, но так же у всех. Вот отрежу как грезвие бритвики, еще кусочек, то есть мы не можем отстать. Еще кусочек, еще кусочек, еще кусочек. То есть, повторяю, аминокислоты способствуют перееданию. Аминокислоты, которые находятся в сырах. Чем старше сыр, тем выше у него психоактивные свойства. И вот эти психоактивные свойства способствуют перееданию. Напомнила? О семечках, о орешках, молочко. Сыры, сыры, это продукты, которые стимулируют аппетит. От семечек уходим. Услышали? Мои хорошие, к своему питанию, к продуктам подходите очень осознанно и обдуманно. Вот дома есть семечки, да? Или на прилавке увидели семечки? Вот так себе говорите. Ты хочешь заплеваться семками, да? Ты хочешь, чтобы повылетали пломбы последние? Тебе некуда вложить денежку, да? В зубы будешь влаживать, да? А, ты хочешь стимульнуть себе аппетит, да? Ну так и признайся, скажи. Аппетит хочешь стимульнуть? Разговаривайте с собой. Это, кстати, очень-очень работает. Ну вот так. Напомнила, немножко напомнила. Мои хорошие, благодарна всем вам. За то, что вы были сегодня со мной. За просмотры моего видео благодарна. За комментарии, за общение благодарна. Благодарна за лайки. Есть лайки? Отлично. Значит, людям тема понравилась. Любите себя и обращайте на себя внимание. Ведь мы с вами себе и доктора, и премьер-министры. Радуйте себя, радуйте свое окружение. До встречи. Любите себя.